здорово ребята меня зовут максим давненько не виделись давненько мы не пили пиво от пивоварни кома скобочках нет да сегодня опять обзор на кому но не потому что они сварили какое-то особенное пиво не потому что они сделали какую-то интересную коллаборацию просто они сварили новое пиво я его купил и решил сделать обзор вот такая вот логика на самом деле я считаю так пивоварен хороших много и все выпускают очень много хорошего пива но нужно быть я не представляю сколько нужно зарабатывать чтобы позволить себе абсолютно за всем пивоварнями следить и все новинки пробовать и я вот выбрал лично для себя одну пивоварню это кома у них я пробую все новинки по крайней мере стараюсь это делать в общем такие дела поехали к первым пиву а начнем мы сегодня с пива но у фос это их первый сорт который они сварили заново это extra fruit it's aurel с черникой и с бананом круто что они решили переиздать это пиво я его в свое время не пробовал когда она только вышла поэтому вот сейчас когда они сделали переиздание решил конечно же попробовать 21 процентов плотности 6 и 1 алкоголь и состав вода соус светлый пюре бананы пюре черники лактоза хмели продукты дрожжи пивные дата розлива 14 сентября 22 года кстати я недавно узнал что кассу кому варится у reward о свои вот это новость но reward хорошей пивоварни поэтому вопросов тут никаких у меня нет даже наоборот больше ответов появилась теперь я понял почему перекрестки одновременно появилась и coma и reward но аннотации как таковой у этого пива нет ни на банке не в антабте в своих соцсетях ребята пишут что это пиво получила свое название с первого техно трека в истории я на самом деле не знаток техно музыки я все-таки больше предпочитаю слушать рок-панк эмо всякое такое ну поверим им на слово нужно было наверное подготовиться и послушать эту песню наверняка трек был в их подборке на спотифая сейчас конечно уже нет возможности проверить это давайте не будем тянуть кота за хвост этикетка красивая яркая я на самом деле не сразу понял что они изображена это вот летающая тарелка как раз таки ну кто не знает уфа это нло по русски если ну что сразу хочется сказать что она прям максимально густое понятное дело чувствуется конечно ягодный аромат но такое чувство что даже несмотря на обилие ягод все-таки какие-то вивные нотки чувствуются как будто бы либо возможно это черника какие-то оттенки такие имеют ну и банан тоже присутствует конечно давайте попробуем да знаете у меня и в запахе и во вкусе тоже чувствуется как будто бы все-таки пивная основа это пиво удивительно на самом деле смотря на обилие ягод и фруктов чувствуется какая пивная основа но знаете бывает что пивовары как будто бы недостаточно закладывают плодов ягодного сырья и в итоге как будто бы что-то где-то проседают но в этом пиве нет такого ощущения все очень гармонично безусловно в первую очередь чувствуется черника прям максимально банана на конечно затмевают будто просто пиво фруктовая смузи это пивная основа она такая еле уловимая либо мне просто кажется как-то из-за фруктов пьется конечно просто отлично ну достойное достойное пиво достойный старт для пивоварни учитывая то что это их первый сорт жаль нет возможности сравнить непосредственно с первой варкой и так сказать разницу почувствовать возможно в антабсе если полистать отзывы можно найти тех кто пробовал и тогда и сейчас и прочитать что они пишут отличается не отличается как я уже сказал мне сравнивать не с чем поэтому я могу только похвалить но с другой стороны ну это обычный базовый ровный фруктовый саур смузи ну я возможно уже прям максимально охренел и зажрался так ну раз говорю что типа ну ничего особенного по факту ну такой вот он и должен быть смузи саурель то что какие-то пивоварни где-то что-то у них не получается это кстати ты их проблемы но по факту вот должно быть так я считаю то есть ты что покупаешь то и получаешь никаких неожиданностей тут тебя не поджидает так что смело смело можете брать только удовольствие получить от этого пива разумеется если вы любите смузи саура потому что как я знаю разумеется есть люди которые такие такой стиль пива недолюбливают и смеются над теми кто это любит но как бы как есть так сказать всем не угодишь так или иначе как всегда поехали дальше пришлось после первого пива сходить ванну и помыть свои усы потому что пиво просто она была на мне везде я как видите потихоньку возвращаясь себе свой скин бомжа только теперь прокачанная версия прошлый раз у меня была только такая оборотка теперь я вообще перестал бриться так что вот ждите на новый год буду как дед мороз бородатый в общем второе пиво industrial джанглизм ох как тут много всего какие слова незнакомые но тоже extra fruit от саур эль юбери тангерин and lime собственно ежевика мандарин и лайм ну и в составе все то же самое 23 процента плотности 5 и 5 алкоголя 19 августа дата розлива у нее то у них такая линейка насколько я понял бегемотия я пробовал из этой линейки уже пиво у них до этого и вот это новиночка ну как новиночка относительно понятное дело логическое продолжение нашей бегемотии серии сваренный для нежно любимого нами бара джангл ростов-на-дону а так вот что это такое вот это я не знал прекрасный в своем неистовстве стремительный и невероятно и наполненный до краев хежевика мандарином пряной нота лайма и огнями большого города industrial джангизм взорвет ваши рецепторы в ритме каменных джунглей shake gently before opening ну да тут без этого никак не рискуете всю густышку иначе упустить сегодня чисто кайф никаких вам стаутов никаких портеров никаких лагеров чисто 4 саура балдеж кайфовый этикетка зла зловещий мегемот и такие выпуклые буквы но качественно качественно как всегда логотип тоже осязаемый топовая этикетка от комы но здесь сказать на 1 только логотип осязаем и остальное все ровно здесь уже более жидкая тема нежели то прям я бы сказал даже намного более жидкая по аромату лайм это кажется ежевика но видимо так часто употребляю ежевику в своей жизни один раз буквально всего ел похоже на то на самом деле очень легкий такой аромат там прям был такой он тяжелый прям густой не знаю как сказать даже пиво густой и прям аромат такой мощный а здесь очень лайтовый освежающий обсказал попробуем чувствуется чувствуется мандарины прям с ходу действительно очень легкое пиво очень легко пьется такая пена у него интересная не сказать что густая но тем не менее она держится слоем тоненьким чувствуется от лайма несомненно кислинка что касается ежевики несмотря на то что в запахе она довольно таки сильно чувствуется во вкусе как будто бы мандарин с лаймом ее задавили это уже покислее чем-то по моим ощущениям ну понятно если мандарин и лайм он должно быть более кислое такого много не выпьешь если у вас желудок чувствительный вам будет точно не по себе после такого пива но это пена конечно это вообще очень необычно казалось бы тоже саур как саур до фрукты и фрукты но тут уже я не могу сказать что вот типа тоже проходной саур классический так сказать фруктовый здесь на мой взгляд сочетание фруктов более смелая так типа экспериментальная здесь все-таки более на любителя такого чего-то кислого легкого очень сильно отличается он от первого на самом деле вообще ничего общего я бы сказал между ними нет просто когда я наливал по цвету выглядело не очень похоже а по факту два совершенно разных пива конечно видимо банан сыграл очень большую роль в первом пиве на консистенцию а здесь ничего такого нет соответственно 10 но и жиденькая да интересно если любите экспериментировать со вкусами пробовать что-то новое вполне можете заценить это саур но он уже больше на любителя так сказать давайте дальше следующее пиво это у нас жмурки знаете кто-то конечно скажет что это непрофессионально и еще что-то от пива я даже несмотря на то что но если бы это было не кома я бы наверное все равно его купил потому что он серьезно жмурки и название этикетка просто классная отсылка в общем не нравится прям не так давно пересматривал тот фильм были я ведь хотел какие-то цитаты оттуда посмотреть но забыл опять не подготовился к видосу ну что ж такое память у меня к сожалению плохая я свои видосы уже забываю который буквально не так давно снимал а уж фразы из жмурок и подавно забыл да и папку я хотел замутить сейчас все забыл ну ладно уж простите меня за этот косячок тоже экстра фрута цаур эль на первом месте лайм потом маракуйя юзу и помело вот это должна быть ваще лютая кислятина 22 и 5 плотность 5 и 1 алкоголь 2 сентября дата розлива лактоза присутствует в составе и глюкоза вот только хотел сказать что довольно таки и пиво не сказать что все прям супер притерное тут бац и глюкоза в составе здесь тоже глюкоза тоже то есть глюкоза сахар если по-простому поправьте меня если я не прав а вот здесь глюкоза не заявлено первым интересно зачем странно маленько нет смущает надо будет углубиться так сказать вопрос копаться до копаться до истины а давайте-ка сыграем в одну интересную игру жмурки нет нет не в те жмурки в которой играли герои одноименного фильма алексея балабанова хотя кое-что общее несомненно будет правила игры просты у нас есть новейший смузи саурель сварен совместно сетью бермак которые мы положили максимальное количество самых кислых фруктов от маракуйя до юдзу а у вас есть шанс выпить это и ни разу не зажмурится от яркой кислинки сочного эсид фрэша сконцентрированного в одной банке но и фильм заодно пересмотрите зря что лишь мурились а вот это интересно на самом деле прикольно не придумали ну на запах уже сразу кисло напоминает на самом деле по запаху длину если вот так с ходу конфетки из детства но знаете которые такие тоже были типа с апельсином и вот карамельки и начинка в этих карамельках так пахло апельсиновых ну знаете такая ядреная смесь цитрусов я не не осмелюсь попытаться что-то там распознать конкретно тому же еще экзотически довольно таки для меня лично юзу и помело я их жизни не ел никогда для меня только знакомая лайм и маракуйя но не чувствую здесь маракуйя очень такой запах предвкушаю реально кислое пиво ну давайте попробуем он не зажмурился как будто бы в нем даже есть как в палпе знаете как называется грамотно в общем фреш цитрусовый максимально напоминает на самом деле искру от той же комы что-то вообще есть нам было больше мандариновая здесь не могу сказать ничего конкретного могу сказать только то что маракуйя не чувствую вообще из-за всех этих цитрусовых но не могу сказать что я фанат такого пива на самом деле вот собственно повелся так сказать на дизайн даже не обратил внимание на то что пиво цитрусовое я не мог попробовать его так всегда когда экспериментируешь рискуешь так сказать рискуешь нарваться на что-то что тебе не понравится с другой стороны если это не попробуешь ты будешь задаваться вопросом а вдруг там был просто было что-то крутое а ты вот боялся пожадничал экспериментируйте на свой страх и риск то есть я сказал что это на любители то это еще больше на любителя если вы фанат цитрусовых сауров то вы вообще просто обалдеете от этого пива я все-таки люблю что-то более вот такое нежное так сказать все-таки банан он придает такую нежность так сказать округляет все острые углы пивные вкусовые поехали дальше и вот финал сегодняшнего обзора это у нас голод 2022 совместно с фестивальчик чтобы это не значило а сейчас узнаем каждый год в начале сентября голод приходит в ростов-на-дону уже второе пиво связано с ростовом-на-дону вообще я смотрю кома ребят такие прям сотрудничают с разными барами с разных городов голод приходит с жеманно оттопыренным мизинцем с элегантным бокалом и снистовым кутежом и чувством легкой грусти по утратам а для того чтобы ваше утро было добро мы объединили целебную силу саур-эля гуавы бананы и клубники голод 2022 почувствуй себя человеком в скобочках возможно что такое фестивальчик я не узнал из этого описания но это как-то связано с ростовом-на-дону я это пиво последним купил я же как правило все таки придерживаюсь трех сортов на обзор получается эти меня были три уже куплены но в последний момент я все-таки решился на четвертое пиво и чувствую что я вот здесь я реально выиграл гуава банана клубника вот это должно быть офигенно 24 5 плотности 6 и 1 алкоголь тоже глюкоза лактоза экстракт ванили 26 сентября дата розлива все пиво свежие сегодня на обзоре этикетка тоже такая кайфовая все элементы рифленые абсолютно все дорого-богато так сказать очень кстати красивый пиво я вот не знаю блин ну она не совсем таким оттенком к сожалению на видео да и но ответе баночка такая розоватая на самом деле пиво тоже такое плюс минус розовое больше прикольно но это видимо и гуава и клубника в совокупности вот такой красивый цвет дают аромат тоже очень балдежный чувствуется банан глава клубника ты где что-то такое есть до клубничный love is ну такой клубничная банановый аромат но это распространенное сочетание вкусов надеюсь что все натурально давайте попробуем чувствуется кислинка чувствуется горчинка на послевкусие несмотря на обилие фруктов и ягод так сказать ну интересно все у меня опять все слиплась все усы борода все пиве как будто бы пью милкшейк поминать и к море отдаленно мой любимый у них 5 странная горчинка как будто бы какие-то фрукты с кожурой ешь ну вкусно сладко и фруктово но не могу конкретно какие-то выделить вкусы ну по сути вкусно как говорится но честно говоря ожидал немного больше вообще зажрался по ходу ну давайте попробуем подвести итог мне стало даже интересно в первом пиве была ли ты горчинка мне как видите помогли чуть-чуть его попить нет кстати не было ее просто черника все странно мне кстати чувствуется кстати 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 да чувствуется гуава однозначно однозначно чувствуется гуава беру свои слова обратно интересно конечно в лоб в лоб сравнить хикамори но по моим ощущениям хикамори мне туда больше понравилось так ребята давайте немножко побалуемся моя любимая рубрика надеюсь ваша тоже купажирование купажирование комы так как все пиво фруктовое и все в одной стилистике мне кажется должно получиться неплохо низ на конечно вот опасения по поводу кислотности этой цитрусовой но посмотрим сейчас сейчас мы посмотрим сейчас мы еще новое пиво придумаем свое ох от души кома если у вас закончится идея вот вам идея тут мало осталось нам жалко говоря вот это амброзия по цвету как вода из лужи по запаху чуть получше на самом деле пахнет цитрусами цитрусы все победили перемешать бы это как-нибудь ложки под рукой к сожалению нет но все и в морозилку на ночь шучу за вас ребята да нет ребята все в порядке шучу это же кома хуже не стало но преобладает конечно цитрус определенно преобладает цитрусовый вкус и аромат вот интересно как было бы без него но проверять я уже не буду второй раз не чувствую только вот жмурки их блин но это определенно лучше чем купажированный гараж вот что я могу сказать давайте что ли расставим места так сказать раздадим но вот это однозначно первое место для меня сегодня к моему удивлению даже я бы сказал все-таки ну вы помните что я говорил вначале базовая ну я сказал вот это эталонная газ талоны сау такой какой он должен быть поэтому заслуженное первое место а вот со вторым не так все просто я делал большие ставки на голод но очень сложно но в чем у меня нет сомнений то что вот это жмурки для меня это сегодня последнее место как же сильно от сауров раздувает живот ребята я уже говорил в ком-то своем обзоре как раз недавно пересматривал эту серию гарри поттера где он свою тетушку надул вот сейчас тоже одежда мне вся лопнет я в окно кажется вылечу нет не могу я определить они плюс-минус для меня на ровне при том что они совершенно разные но опять таки это мое субъективное мнение так сказать из-за мои вкусовые предпочтения кому-то может наоборот вот эти два пива зайдут гораздо больше чем эти а кто скажет вообще что все это вообще ведь невозможно нужно пить жигули из пятерочки каждый сам для себя решит в общем вот спасибо за лайки за коммент спасибо что были со мной подписывайтесь на мои соцсети ссылочка в описании меня зовут максим всем удачи